ну что друзья пришел мне наконец-то слаб комплект инжектора на семерку дни без вашей помощи могу сразу сказать всем-всем-всем-всем спасибо кто помогал принципе что мне вообще пришло я просто охренел от комплектации то что я купил за семь с половиной тысяч рублей плюс две тысячи доставка и того девять с половиной тысячи рублей swap комплект полностью инжектора на семерку многие что вы комплекте есть вся проводка с датчиками с мозгами кстати вот транспортной компании пэк отдельное спасибо за то что вы пролили какую-то хрень он белая там какая-то штука какой-то наверно моющее средство либо еще что такое весь комплект как бы он зафорчмачен данной жидкостью какой-то похоже на жидкое крем крем мыло может быть и коня везли как артем сказал все коробки коробки в итоге я не знаю в данной жидкости похоже на жидкое крем мыло а там что это такое я честно без понятия нюхать пробовать я не стал впускной ресивер полностью в сборе абсорбер выпускной коллектор с лямбдой фильтр подрок инжекторный бак это просто вот его тот просто вот потому что я находил до этого комплекта это в разнобой и в итоге выходила что-то в районе 15 16 тысяч так что еще раз дорогие друзья спасибо вам большое за то что помогли мне с доставкой ну а теперь в принципе вся установка данного комплекта и возможно потом жига в конце заведется так что поехали так друзья что же мы прокинули всю проводку все подключили все полностью нас подключено кастомное крепление датчика коленвала мы тоже сделали в общем все у нас по проводке чики-пуки мы заменили главное реле сейчас мою машину запустим буквально на пару секунд так народ расскажу один нюанс которым я столкнулся с установкой инжектора на ременной двигатель в общем все поставил машина запустилась уже прекрасно видели но у меня откуда-то из по из головы полился тасол вот это вот отверстие вот это и вот это я думаю видно такие два отверстия через них проходит карбюратор нам пуске отверстие по которым у нас идет тасол и греет наш с вами коллектор вот инжекторе к сожалению такого нету здесь просто у нас идут вот такие вот отверстия под шпильки за счет чего у нас просто коллектор притягивается естественно когда это установил меня есть просто сквозная дырка начиная заливать тасол пошло давление и естественно это пол полился пошел купил 8 шпильки здесь у нас 8 шпильки стоят засовываю меня шпилька вот так вот теребонька пошел поменял на 10 шпильки вот они у нас вот такие вот десятые вот естественно нужно в блоке в блоке нарезать резьбу суть в чем здесь шаг полтора вот косяк в том что тут у нас резьба 125 вот у меня к сожалению такой нету поэтому я попробовал прорезать на болту прогнал уже гайку чтобы видели вот и у нас все спокойно закручивается поэтому сейчас буду данную хрень чудить с этими шпильками и заново запускаться и смотреть не течет ли у нас где-нибудь еще что собираем все обратно и запускаем это обгорает коллектор так ну что могу сказать все зашибись у нас нигде ничего не течет и еще друзья один немаловажный момент который я проморгал по своей незнанке и поэтому у меня двигатель принципе встал машина встала она не ездит объясню в чем причина у вас здесь стоит трамблер он прижимает у нас данную шестерню как которая приводит в действие масляный насос и в принципе у вас есть сдавка масла естественно когда я вытащил вот он вот так вот у нас входит если у нас там внутри есть шлицы естественная его трамблер убрал чтобы он нам тут не мешал глаза не молозил и не портил общий хороший вид естественная сделал такую заглушку думаю многие помнят но так у нас стояла и прижималась вот этой вот так вот штучкой ладно все хорошо все ништяк езжу я и у меня падает давление я тачку глушу вот моя шестеренка то самое вы видите она у нас облизанная то есть у нее есть свойства так вот вылазить вот она мне вот так вот и заклинило давление масла пропало и пошло поехало надавка пропала у меня прикипел первый цилиндр вот естественно когда он прикипел у меня провернула вкладыши то есть пожалуйста вот вы все прекрасно видно поэтому у вас есть два пути первый путь это не убирать трамблер просто его отключить и оставить его точно также стоять как он у вас и стоял второй вариант продаются за специальные заглушки вот вот эту вот штуку и вторая заглушка под как вот топ топливного насоса вот принципе две эти заглушки выходят он стоимость рублей 250 не больше теперь нужно это все разбирать вытаскивать коленвал у двигателя 15 тысяч километров назад ну плюс моих 2 там 17 до был полный капремонт то есть там первый ремонт 0 25 вкладыши давайте вот вам даже покажу маркировку вот 0 25 это первый его ремонт стоимость проточки коленвал у нас городе на жигулевские двигателя стоит от 1000 до полторы плюс проверка на биение 300 рублей вот поэтому вот такой вот нюанс в принципе больше косяков никаких нету тачка работает без нареканий также просили ввиду всего показать крепление положение датчика как конечного вот такая обычная пластина вот то есть она крепится вот так вот думал сделать регулировочную вон там видите меня есть два отверстия ну вот в принципе два отверстия под болты но тогда у меня датчик к сожалению не встал а вру датчик встал крышка плотно не прижалась потому что здесь не торчали шляпки зазор у меня там ну просто где-то может миллиметра три-четыре максимум не больше тачка работает без проблем вот так что учитесь на чужих ошибках чтобы ваши машины не ломались и ездили долго и надежно и в принципе на этом серия подошла к концу подписывайтесь на канал 20 колокольчик не пропускайте серии положу дальше будет все интереснее мы с жигой уже закончили с последующей у нас будет ford так что всем пока пока